Приветствую вас. Мне кажется, что в своем вопросе вы играете в такую игру, что вот помогите мне в печи, но при этом как бы отталкиваете те рекомендации, которые вам дают. Подобное поведение называется психологической игрой, да, но можете изучить эту игру в интернете. По факту, по факту, что с вами, на мой взгляд, происходит этот страх перемен и попытка переложить ответственность на психологов за вашу жизнь. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Мне 31 беспокоит моим меркам несостоятельность в жизни. Вечте вы. В том объеме, в котором бы хотелось. Смотрите, здесь вы говорите про требования. Требования к себе. И требования к себе хороши, как некоторые такие заготовки. То есть, я должен быть хорошим специалистом. Да. Я должен быть профессионалом. Да. Я должен добиться успеха. Да. Но любая количественная оценка, любое количественное требование, если я должен быть специалистом, хорошим специалистом, как кто-то. Или должен успеха добиться за какое-то время. Большая проблема. Почему? Почему? Далеко не потому, что вы сравниваете себя с кем-то. Сравнивать себя можно и, наверное, иногда полезно. А связано это с тем, что вы не живете своей жизнью. Когда предъявляется количественная оценка, вы отходите от своей жизни. Вы предстаете ею жить, вы живете жизнью других людей. Поэтому, ваша несостоятельность связана с тем, что вы отрываетесь от своей жизни и переключаетесь на жизнь других людей. Повторюсь, сравнивать себя с другими людьми неплохо. Можно. Но для того, чтобы подчеркнуть, чего я сам хочу. Мне всегда хотелось быть, прежде всего, реализованы как специалист. Вот, смотрите. Вот. Быть реализованы как специалист. Это про страх быть невостребованным. Как право. Потому что реализация вас как специалиста является следствием. Первая причина является то, чем вы хотите заниматься. Что вам нравится это делать. Где вы кайфуете от процесса. А когда человек хочет быть реализованным как специалист, это больше про борьбу. Про доказательство. Про бегство от себя. Ведь вы можете и не реализоваться как специалист, но заниматься тем, что вам нравится и кайфовать от этого. Правда в том, что занимаясь тем, что вам нравится и кайфуя от процесса, вы неизбежно реализуетесь как специалист. Но в жизни мои собственные страхи, не веря в себя, лень, не лечительность привели к недовольству своим положением. Давайте разберем. Не веря в себя. Это страх. Страх не сложно сказать сейчас страх чего. Например, страх совершить ошибку. Например, страх быть несовершенным. Это некая идеализация. Лень. Это игнорирование своего нежелания. Опять же, может быть, страх признать, что чего-то я не хочу в том, что я делаю. Не лечительность, но это про ошибку. Это про ошибку. Я пошла работать не по деловой специальности, выбрав прикладное направление фотосъемки. А субъективная сторона выбора фотосъемок у вас какая? Слушайте. Вы выбирали фотосъемки, делали это, потому что вам хотелось или какая-то другая причина была. Пыталась работать и в компании, и на себя. Деньги небольшие разъесть. Результат есть. Работаю, стараюсь разводиться. Но я жалею, что не хотел наработать по первой специальности. Она дала бы больше удовлетворения и статуса, о котором я неосознанно мечтала. Но я бы сказал, что здесь противоречие. Удовлетворение и статус, о котором вы всегда неосознанно мечтали, то есть мечтать неосознанно, наверное, невозможно. Это первое. Второе. Удовлетворение и статус, что бы в это вкладывать? Статус – это всё-таки какая-то больше социальная история, зависимость от других людей. Удовлетворение – да. Но что это за удовлетворение? Если мы говорим о вашей природе, то есть вот о том, что деловая сфера – это вы. Это прям вот выход из того, где вы раскрываетесь. То вы ушли в фотосъёмки, избегая своей природы. Избегая себя настоящей. Если мы говорим о том, что вам нравится в этой съёмке, то вы мечтаете о деловой сфере, как о чём-то, что кажется вам наиболее правильным. Но это иллюзия. В этом вы себя можете более счастливо не почувствовать. А статус? Ну, как правило, статус требуется всё выше и выше. В итоге у меня есть ряд установок, с которым бы хотелось поработать. Перечислю их. У меня творческая работа, это вызывает умиление, чем серьёзные отношения. Мне самой хочется брать и заняться хитовым протестированием в этой сфере. В этом нет установки. В этом нет установки. Потому что установка – это, как правило, какое-то высказывание. Здесь вы говорите про то, что первая у вас творческая работа. Это факт. Это вызывает умиление, то есть вы умиление видите, обесценивание своей работы, что это не серьёзная история. Вот. Далее вы пишите, что вам самой хочется эту работу бросить и заняться хотя бы протестированием. То есть вы считаете, что это не серьёзная работа. И может быть, это правда. Но я хотел бы, чтобы вы прислушались к себе и спросили себя, а я себя вот внутренне как чувствую вот в этой работе. Если не обращать внимание на то, что это творческая, то вызывает умиление. Мне нравится, меня это раскрывает, я чувствую, что собой являюсь здесь или нет. А если я где-то собой в другом месте, что я делаю, чтобы проявить эту свою природу? Потому что протестирование – это форма, а не содержание. Содержание вы можете привить где угодно, содержание своей природы. А форма зависит от внешних факторов, порой от вас независимых. Комплексы перед знакомыми девочками моего возраста. Много поры добились успехов, статусы, деньги в головой сфере, ощущения, что я им не ровный. Ну, я бы сказал, что вот этот момент, да, действительно, больше похож на установку, но… Здесь есть момент. А вы пишите, мне действительно, ну, это уже в дополнение, вы пишите, мне действительно нужны достижения и статус. Без этого я и правда не буду чувствовать себя полноценно. Вот это и есть установка, что моя полноценность зависит от достижения и статуса. Это условное принятие себя. Вот и всё. Дело здесь не в типе людей, а в том, что это условное принятие себя. Не безусловное, что необходимо для свободного роста и развития, а условное. И по факту зависимость своей ценности от достижения и статуса. И если вы говорите, что это ваша установка, то данная установка является крайне деструктивной, осложняя делать то, что вы с ней согласны тут всему. И здесь непонятно, чего вы хотите. Вы говорите, что с установками хотелось бы поработать. Как вы хотите поработать с этой установкой, вот про комплексы перед знакомыми девушками моего возраста, если вы пишите, что мне действительно нужны, значит, достижения и статуса? Вы говорите, сделаем акцент на том, как всё же постараться достичь этого. То есть, иными словами, вы хотите, чтобы мы взяли ответственность за вашу жизнь и помогли вам этого достичь. Я так понял. Психология так не работает и психотерапия так не работает. Мы не хотим и не можем взять ответственно за вашу жизнь. Мы можем помочь вам разобраться. Вы абсолютно правы в том, что ваша установка не токсична. Не безусловно токсична. Это правда. Но с ними нужно работать. То есть, сейчас эта установка звучит примерно так. Когда я общаюсь со знакомыми девушками моего возраста, я сравниваю себя с ними и моя ценность зависит от статуса и денег. Но не от того, как я себя проявляю, не от того, что я выражаю то, что мне важно. Вот вы спросите себя, какое общение вы хотите? Вы хотите общаться на основе денег и статуса? Или вы хотите общаться на основе искренности? Понимаете? Если на основе денег и статуса хорошо, тогда вам нужен бизнес, коуч, который научит вас достичь денег и статуса, научит вас эффективнее действовать в деловой сфере. Для психотерапии, например, деньги не на первом месте. Мы считаем, что человек к человеку, а не деньги на первом месте. Деньги важны, но это не главное. Дальше. В деловой сфере я ощущаю, что я им не ровно. Знаете, как будто бы вы сложно переносите то, что вы можете быть меньше. Меньше, чем кто-то. Болезнен, что-то. Комплексы, что нигде, нигде не бывают еще за границей, много били, я не могу подержать разговор. Ну, прямой корреляции между подержанием разговора и тем, что вы не были за границей, нет. Подержать разговор можно без этого. Собственно, опять же, это звучит как ваша позиция, что я не была за границей. Так ли это важно, если вы позволяете себе жить? Так ли это важно, если вы не чувствуете себя свободно и проявляете, и позволяете в своей природе появляться каждый день, каждую секунду? Наиболее промо. Блок на отношение и спокойное общение с мужчинами в деловой сфере, добившихся успехов. Сейчас я общаюсь с одним, он мой начальник, комплексовый, чувствую, что я ниже. Пронатный страх власти над собой. Это хороший, хороший анализ, страх власти над собой у вас не случайно. Пронатный страх власти над собой у вас нет. А власть над собой у вас зависит от денег, от статуса, от поездки за границу, но не от вашей жизни, не от вашей природы. И любой, у кого есть деньги, статус, статус и вероятный опыт поездок за границу, имеет над вами больше власть. То есть, понимаете, вы просто взяли и передали власть за свою жизнь тем, кто выше вас по статусу, по деньгам и по поездкам за границу. Но это все сделали вы и почему-то считаете этих людей лучше только потому, что у них есть деньги, деньги, статус и они видели другие страны. Это первое. Второе. Страх власти над собой это проблема личных границ. Проблема личных границ это невнимательность к своим чувствам. И, может быть, сложности в разграничении «хочу» и «должна». «Должна» – «должиснование» приводится к какой-то форме. Например, я должна иметь статус и деньги «хочу» приводится к какому-то содержанию, непривязанному конкретной форме. Так, заработки во много раз больше моего подозрева. Как это делает вас хуже. А также, поэтому, что общаясь с колечными женщинами из своего круга. И я как-то вот здесь… Вы общаетесь с ним. Какую цель? Непонимание, как достичь желаемого положения. То ли через прикладную сферу, то ли менять всё. Если будете выбирать интеллектом, ничего не добьётесь. Там, где сильнее откликается ваше сердце и душа, что сферу нужно выбирать? Ощущение, что везде оправдываю. Так как многие, кто добился счёт в этом возрасте, думают о создании семьи. А декрет – это уже не про карьеру. Я только расскажу. Это сравнение всегда с другими людьми. Спечка – это про сравнение других людей. Спечка – это про страх жизни. Страх себя, страх почувствовать себя. Страх ощутить и заметить что-то в себе. Знаете, вот это вот… Сейчас вот мошенники есть, телефонные, которые из монеток карточки, из карточек деньги воруют. Там, как правило, очень быстро происходит. Люди говорят быстрее, быстрее, быстрее. Это манипуляция. Вы в спечке попадаете на манипуляцию. То есть по сути вы уже находитесь на власти других людей. Вы боитесь этой власти не случайно. Вы боитесь её, потому что она уже есть у вас. Она уже есть у вас, эта власть. Вы уже не принадлежите себе. Когда сравниваете себя с другими людьми. Я повторюсь, есть разница. Нет, смотреть на других людей. Смотреть и соотносить себя с ними. Чтобы таким образом чувствовать, что вы хотите. Это одно. Но требовав требовать от себя того же, что и у них, это совсем другое. А когда человек спешит, он от чего-то бежит. Вот и вы бежите, скорее всего, от самой себя. В параллельно, есть комплексы по женской части. Я уже говорил, есть блок по кандидатизм. А вот в ближайшие годы не могу себя уважать. Раз, не могу уважать, кто из мужчин будет. Ну, с подобным условным восприятием себя можно работать. Можно работать. Можно работать. Дальше. Буду рад, если поможете поступиться к этим установкам, подсказать, чего начать. Я бы начал с психотерапии и вообще с того, чтобы задать себе вопрос о готов ли я меняться. Потому что, если вы просто хотите выбрать оптимальный способ для того, чтобы все это реализовать, это не про психотерапию, это больше про коуч. А если вы хотите меняться, если вы понимаете, что какие-то установки вам вредят. Это другой вопрос. Так, прошу делать не делать акцент на позиции, что девушке не надо задумываться о коренном росте. Саня себя в этом смущает. У меня другой характер и позиции. Ну, у вас может быть какая угодно позиция. И в чем-то я с вами согласен, что действительно, почему девушки не задумываются о коренном росте. Но сравнивать себя не с мужчинами вообще с кем-либо в своем развитии, значит, зависеть от этих людей. Вот вы спросите сюда, хотите зависеть от этих людей. Хотите все время оглядываться, смотреть на них, пытаясь достичь того, чего достигли они, игнорируя свои возможности, свою силу, свою энергию, свою природу. Так, теперь дополнение. Значит, вариант только проработать на оценку не подойдет. Мне действительно нужны дополнения из статуса. Если вам нужны достижения из статуса как способ себя уважать, то вам будут требоваться все новые и новые достижения из статуса. Здесь остановиться вы не сможете. Потому что ваше условное принятие в себя работает так, что вы будете ставить себе все новые и новые требования. Никогда не успокоитесь. То есть это нормальная ситуация для определённого типа людей. Не 되고. Это нормальная ситуация для людей, которые такое, как бабка, в колесе крутится. Нормальная ситуация для людей, которые идут к эмоциональному выгоранию. Нормальная ситуация для людей, которые не чувствуют себя. нормальная ситуация для людей, которые боятся себя. Потому что достижения и статус могут быть следствием того, что человек делает по своей природе, естественно. Достижение и статус может быть следствием этого. Или достижение и статус может быть возведено в культ, в абсолют. Судя по тому, что говорите вы, вам не так важно, чем вы занимаетесь, важно достижение и статус. Ну, это очень изматывающая, истощающая позиция. Отсюда, кстати, лейна, отсюда, кстати, нерешительность, потому что вы же от себя оторваны. Следующий важный момент. Вы обращаетесь аноним к психологам. И вы делаете, как бы, ну, вы говорите, давайте сделаем их с анонимом, как кто-то постарается достичь от его. Мне кажется, что если вы обращаетесь к специалистам, как минимум, нужно к ним прислушиваться. Если специалист, например, я, говорит, что проблема не в этом, да, проблема с точки зрения психотерапии не в этом, то настаивая на своем жизни, при том, что вы заинтересованное лицо, и при том, что вы не специалист в области психотерапии и психологии. Как-то это немного странно. Вот. А мы про то, что достичь чего-то, я уже говорил. Здесь вам нужен коуч. У меня не настолько плохая ценность. На цель га установки появились снизу воздуха. То, что они появились снизу воздуха, это правда, но вы сами, вроде бы, хотите с ними поработать, или я чего-то не понял. Напомню также, что позиция, при которой девушка не надо конкурировать с адресом, и добиваться надо найти свое дело, и расслабиться мне тоже не близко. Я просто вижу, что появились такие ответы, будьте, пожалуйста, внимательно. А на нем, вы, знаете, вы как будто, как будто, как будто бы ревизор какой-то, понимаете? То есть, странно. Смотри-то. Девушке не надо конкурировать и добиваться, надо найти свое дело и расслабиться. Вам это не близко. Потому что вы боитесь расслабиться. Потому что вам кажется, что если вы расслабитесь, и опустите контроль, и позволите себе просто что-то страшное, вы ничего не добьетесь. Правда в том, что именно в этом начнете, именно в этот момент начнется ваш рост, именно в этот момент начнется ваше развитие, именно в этот момент вы начнете добиваться всех тех высот, о которых сейчас хотите, о которых сейчас говорите, но пытайтесь выставить себя железной рукой это делать. Я ведь психотерапия, ведь в психотерапии не один год. Я прекрасно знаю, как это работает. Дальше они являются симулирующими, безусловно. Но симулирующими в установках является то, что соответствует вашей природе. А то, что вызывает лень, нерешительность, это не соответствует вашей природе. Когда установка человека полностью соответствует его природе, появляется избыток, вы находитесь в дефиците по ощущениям. И самое худшее, что вы можете сделать, это в этом дефиците пытаться искать оптимальный способ чего-то добиться. Внутренний свой дефицит вы не уберете. Дальше. Мне надо понять, где можно хоть немного ослабить такой подход, чтобы чуть спокойнее идти дальше. Там, где это не соответствует ваша природа. Очевидно, что люди с большим достатком живут лучше. Для меня это очевидно. Для меня не очевидно. Потому что разница в материальном положении не означает разницу в психологической жизни и здоровье людей. когда я могу позволить себе что-то больше, экономический статус, благодаря, допустим, праве, кто чуть выше, я авторитетнее, меня расправляют. Расправляются плечи. Но это извне. Вы расправляете плечи, когда получаете что-то извне. это постоянная зависимость от того, что во мне. Можно расправить плечи от того, что здесь и сейчас вы живете полной жизнью, полной грудью. Можно расправлять плечи от того, что здесь и сейчас вы занимаетесь любимым делом, потому что другим делом заниматься не можете. самым лучшим способом, и на это указывают успешные истории жизни людей, самый лучший способ заниматься бизнесом, это делать что-то бесплатно от души, и люди сами хотят тебе платить. Люди сами начинают говорить тебе, что ты достоин денег. Понимаете? Так, значит, меня поэтому не стоит думать, что это самка просто какая-то хрень, которой надо избавиться. Так, а хотите то вы чего тогда? Допустим, вы не хотите избавляться с установками, вы говорите, что их нужно ослабить. Хорошо. Если вы сами говорите, что эта установка не просто какая-то не просто какая-то хрень, я, кстати, так не считаю, то получается, что нужно найти место где ее нужно ослабить. Супер, а как мы это найдем? Если, например, я увидел, что какая-то установка не является важной природой, покажу вам на то, что вам это не хочется, а вы будете себя эмоционально заставлять это все равно делать, потому что по вашему мнению, по вашей концепции без этого не получится достичь эммммм, нечто, чего, да, тупик? Просто надо понять, где ослабить, а где усилить. Ну, усиливать не надо точно нигде, у вас все усиливано, мне кажется, до предела, чтобы добиться результата, и при этом не ограничивать себя постоянно. результата, надо понять, где ослабить, а где усилий, чтобы добиться результата, и при этом не ограничивать себя постоянно. Ну, знаете, если вы ставите результат на первое место, что ограничения будут всегда. потому что тому, кто занимается чем-то, потому что кайфует от этого, потому что он в восторге от этого, результат не ваш. Он это делает, потому что по-другому не может. Он это делает, и в этом есть какая-то магия. люди чувствуют какое-то волшебство рядом с такими человеками. Для этого хотелось бы обещать вы, чтобы взрослый, успешный человек, обучающий мужчина, поэтому я сначала запрос был к мужчинам. Посмотрел на запрос, и с высоты опыта сказал, что я не пустякова притягиваю себя, где можно отпустить. Нагин, вы уверены, что вы к психологам обращаетесь? Просто у вас такой запрос больше как бизнес. Психолог может быть не очень простым, это может быть молодой специалист. Психолог может быть не очень успешным с вашей точки времени. Психолог может быть не мужчина. Но совершенно точно любой психолог может сказать, где у вас предъявы к себе деструктивные, не пустяковые. Пустяковые это обесценивание. А где деструктивные? А где нет? к сожалению, многие решили, что это надуманные установки. Нет, они не надуманные и не абсолютно навязанные. Хорошо, что вы понимаете, хорошо, что вы сказали не абсолютно навязанные. за супер. Я верю, они действительно не абсолютно навязанные. Но что-то в этом вам навязано. И вот можно посмотреть, что навязано, а что нет. Что вас подавляет и прибивает к земле, а что наоборот вдохновляет. И просто уделять больше внимания тому, что вас вдохновляет, тому, что наполняет вас. Попрощи не делать акцент на философских обсуждениях, что на самом деле ценно в собственном виде. С одной стороны, я, конечно, понимаю вашу позицию, что вам кажется, что это навязывание такое. С одной стороны. С другой стороны, не могу не отметить, что ваше отношение к психологу оно такое вот такое. Это мне не говорите, про это я не хочу слышать, это я не буду делать и так далее. Обычно такую позицию занимают люди, как я уже говорил, которые боятся перемен. Боятся изменений. Это мне удивительно, с учетом того, что вы боитесь власти над собой. здесь тоже наверное страх проявляется. Вы тоже боитесь здесь. Вам кажется, что если вы примете какую-то позицию, если вы прислушаетесь к ней хотя бы, то окажетесь во власти. нет. Разница в том, что в психотерапии, например, никто ни над кем не стремится иметь власть. мы стремимся на психотерапии услышать друг друга. Услышать. и то, слышу я, это то, что вы транслируете мысль про готовность сделать что угодно, чтобы не чувствовать себя ниже других. То есть сама по себе транслируете мысль я какая-то не такая без достижений без результатов я никто. У меня нет ценности. Единственное, моя ценность только во внешнем мире. Во внешнем мире. Такая мысль. Я не думаю, что это соответствует суть действительности. Я думаю, что я эту мысль уже говорил, я повторю еще раз, я думаю, что так боясь власти над собой со стороны мужчин, кажется, что в этой власти вы находитесь. на этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой первичную, если вы хотите этого. На всякий случай скажу, что дополнения я не читаю. То есть уведомления о них никак не приходят и соответственно я их не читаю. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...